Дорогие друзья, я всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас видео показ украшений. Если вы давно на моем канале, то вы знаете, что я периодически снимаю такие видео. Если вы впервые, то я очень в обрадо и приглашаю на мой канал. Я живу в Канаде, снимаю видео про магазины, шоппинг, примерки, подбор красивых аутфитов. И также я очень люблю, это мое хобби, делать покупки в магазинах наших винтажных магазинов, покупки именно винтажных и не очень украшений. Ну что ж, давайте начнем рассматривать. Так, давайте начнем с самого современного украшения. Очень интересный и красивый кулон в серебряном тоне. Он маркирован. Это компания Sam Edelman. Sam Edelman это современная американская компания. И очень такая, в ходу здесь их очень много изделий. Я никогда не знала вообще, что они делают украшения. Я знаю, они делают очень много обуви. Даже одежду не уверена, что они делают. Сумки, по-моему, ну вот то, что у них есть украшения, я не знала. Вот нашла такое и удивилась. Но, в общем-то, и порадовалась. Украшение стоило 5 долларов. Это из моих старых запасов. Я тут сделала сборную солянку. Кое-что из моего любимого магазина, где я покупаю самые лучшие, самые недорогие украшения, которые, в общем-то, где их очень много и можно найти их в больших количествах. И не очень дорого. Я уже вам показывала оттуда украшения. Это, по-моему, было куплено в другом. Я уже не помню. Я тут насобирала то, что я покупала относительно недавно. В общем, вот такой вот замочек. Симпатичная цепочка. И вот здесь вот такие зелёные камушки болотные. И я всё время забываю, как это называется. Не гематит. Гематит. Или... Ой, девочки. С памятью беда. Беда. Ну, в общем, короче, украшение прикольное. Такое немножко индийского плана. Современное. Красивое. Нравится мне очень. И очень даже его можно будет вполне вовсю носить. Следующее украшение тоже, скорее всего, современное. Смотрите, какие красивые... Какие красивые бусы. Это у них такая застёжка. Или нет? Ой, нет, это не застёжка. Покупала давно, уже не помню. Это просто вот такой вот элемент. Опять у меня с фокусом плохо, девочки. Никак я не соберусь... Сейчас я постараюсь сфокусироваться. Никак я не соберусь заняться и погуглить, что в 14-м айфоне, как нужно правильно выстраивать фокус. Стоило оно дорого. Стоило оно 10 долларов. Опять же, повторюсь, это не в том магазине, в моём любимом дешёвом, а в других магазинах, где товар подороже. Поэтому оно так и стоит. Но хочу вам сказать, что вот оно совершенно новое. На нём висела, видите, этикетка производителя. И здесь стоит цена 45 долларов. Так что, в принципе, как бы я довольна, что даже заплатившись за него 10, я не очень-то переплатила. Очень красивые вот такого, знаете, я не знаю, если видно на камере цвет, но они серо-чуть-чуть в сиреневые вот такие вот камни. Это не камни, это под жемчуг, но это стекло. Отражается моя лампа. Так смешно в каждой бусине кружочек. Это моя лампа отражается. Они просто обычные, обычные такие продолговатые, как будто бы жемчужины. Очень плотные такие, знаете, шуршащие. Вы слышите звук? Это, конечно, стеклянные бусы. И вот такая вот красивая вставка сделана. По-моему, она будет... Получается, что если их носить, это получится сбоку. Вон, в принципе, можно ее делать и внизу. Украшение, потому что здесь нет замочка, и можно вешать вот этой вот штукой вниз. Можно оставить ее сбоку. Можно обернуть ее в два раза. И тут уже как получится. Может быть, чокер в виде чокера сделать. Вот это место, как бы центральный элемент. Ну, в общем, красивые бусы. Ой, ножницы мои тут светятся. Красивые бусы очень... Такие, знаете... Для взрослой дамы. Еще одни бусы очень похожие, но другие, конечно же. Стоили мне тоже они 7 долларов. Это тоже бусы под жемчуг. На сей раз уже жемчуг как будто бы... Как будто бы речной такой, видите, кривенький жемчуг. Черные, тоже стекло. Слышите, как они шуршат и звучат. С очень интересной, симпатичной застежкой. Вернее, сама застежка обычная, но красивое обрамление. Вот последняя бусина возле застежки имеет очень красивый элемент. Вот этот вот шапочка такой. И сами бусы, конечно, очень изящные, элегантные. Черный такой жемчуг. Крупные, крупные такие бусины. Тяжелые такие. Очень приятные на ощупь. В общем... Давайте перейдем к брошам. Значит, вот такую брошечку я нашла. Ну, это я не помню в каком магазине. Тоже, наверное, не в моем любимом. Видите, 7 долларов. В том магазине, где я покупаю по дешевке, там таких цен на такие маленькие брошечки. Она бы там стоила доллара 4, наверное, может быть, 5. Ну, разница невелика, но все равно приятно, когда вы покупаете вещь, которая чуть-чуть дешевле, чем в других местах. Очень такая часто встречающаяся брошь. Я думаю, что она винтажная. Хотя по обратной стороне сказать трудно. Но мне кажется, что она винтажная по дизайну, по фасону. Мне предлагали пока свои украшения не в руках, потому что руками я закрываю само украшение. Поэтому я вот заимела вот такую вот коробочку, на которую я буду класть и, наверное, вот так вот показывать, чтобы руки мои не мешали показу. Хотя, если честно, я сама люблю смотреть и так, и так. Я люблю, когда крутят в руках, тогда она мерцает, переливается и как-то более живое изображение. Так, короче, брошечка. Синие камушки. Есть темно-синие. По краюшку вот светло-голубые такие. Очень симпатичненькая, очень хорошенькая. Такая маленькая, но очень миленькая брошечка. В общем, ничего особенного в ней нету, но вот эти вот камушки сверкают очень симпатично. Так, еще одна брошь тоже с 8 долларов, потому что тоже куплена еще в других местах. Так, она маркирована. Две буквы Пи и Ти. Пи-Ти. Я находила их в интернете, эти броши. Сейчас я проверю, сколько она стоила, что, чего. Потому что я давно уже находила. Так, что-то у меня тут заедает замок. Минуточку. Я нашла ее в интернете. Вот именно такую же с маркировкой Пи-Ти. Две буквы Пи и Ти. Продавали ее за какие-то шаленые 75 долларов. Написано, что это винтажная брошь, маркирована Пи-Ти. Я никогда не слышала о такой компании. Первый раз слышу. Ой. Ой, неумелый покасчик я. Все у меня сползает. Первый раз слышу, поэтому... Не знаю, что за бренд. Почему так дорого ее оценили. Но вот нашла точно такое. Опять же повторюсь. То, что ее выставили за 74,90, не значит, что ее кто-то за 74,90 купит. Вот. Но брошечка симпатичная, милая. Зеленая эмаль. Жемчужинки. Видно, что винтажная. Как интересно сделан вот этот вот... Вот этот лепесточек. Ну, такая вот хорошенькая. Симпатяга. Симпатяга. Еще одна брошь из той же серии. Тоже винтажных брошей. 6 долларов я за нее отдала. Тоже находила ее в интернете. Вот именно ее. Довольно задорого. И там написано, что это брошь 20-30 годов. Ну, я не знаю. В принципе, маркировок никаких нет. Сделано, похоже, из пьютера. Может, и нет. Я не знаю. Я не могу отличить пьютер от непьютера. Вот такая вот обратная сторона. Сама брошь. Очень такая тоже незамысловатый сюжет. Но сделана очень изящно, элегантно. Вот красивые жемчужины. Зеленые такие листики. Я не очень понимаю, это эмаль. Или это... Или это... Что-то другое. Несколько, видите, кристалликов. Аврора Бориалис. Все на месте. Ничего не потеряно. Брошечка небольшого размера. Но очень изящная, симпатичная. Хорошо так сделаны листики. Видите, так выработаны очень... Конкретно так, знаете, с толерансами. Ой, господи. Я выражаюсь своими выражениями с работы. Толерансами. С маленьким толерансом. Но это значит... Я имею в виду, что очень четко, аккуратно сделано. Вот. И не знаю, правда ли она 20-30-х годов. Но, вы знаете, сюжет такой вполне может быть. Она очень даже похожа на какую-то брошечку. Очень-очень винтажную. Но, опять же, в интернетах пишут. Продавцы пишут, что называется, интернет истерпит. Еще одна брошь. У меня нет на ней цены уже, потому что я ее покупала довольно давно. У меня есть несколько брошей такого кельтского стиля. Это брошь кельтская. В кельтском стиле сделанная. Я не помню, если здесь какая-то... Здесь, по-моему, здесь какая-то маркировка. Сейчас я проверю. Вот здесь вот несколько слов написано. Вот здесь есть такая площадочка. Ну, конечно, с моим фокусом я вам не покажу. Попробую сейчас. Вот, видите. Ну, не видно, конечно. В общем, здесь написано Scotland и что-то еще, несколько слов. Scotland – это Шотландия по-английски. И она, конечно, шотландская брошь с длинной иголкой. Поэтому я думаю, что она винтажная. У меня есть несколько похожих таких брошей. Я находила несколько в интернете похожие броши. Они все такие одного типа. Видите, вот здесь вот такой шотландский такая вязь рисунок. Камушек. И они есть двух видов. Есть такие вот длинненькие, как брошь-иголка. И есть такие броши круглые. Шотландские броши с кельтские, с камнями. Я вам показывала в каком-то из своих видео. Несколько видео назад я находила похожую брошь. Ну, они как бы стилизованы под такие шотландские пряжки старинные. И под шотландские вот такие вот, ну, как знаете, вот такая вот брошь-игла. Как будто бы на самом деле имелось в виду когда-то. Это именно вот здесь вот была игла длинная и какой-то камень на конце. Ими закалывались шали, юбки шотландские мужские и разные там шарфы и так далее. В общем, пледы. Ну, пледы тогда вряд ли были, но... То есть вот она стилизована под именно такую старинную шотландскую брошь. Но, видимо, она тоже не совсем современная. Я думаю, что брошь довольно тоже винтажная. Ну, что, давайте переключимся на клипсы. Вот это уже из моего любимого магазина, который я посетила сравнительно недавно. Кое-что там купила. Вот сейчас я вам покажу, что я там купила. И будем рассматривать вот такие вот милые симпатичные клипсы. Посмотрите, какие они интересные. У меня было колье. Несколько видео назад я вам показывала, что я нашла колье, сделанное в похожей технике. Вот такие вот... Такое вот напыление какое-то, знаете, интересное. Только там было оно такое зеленовато-серебряное. А здесь, видите, золотисто-белое. Это очень интересная техника. Я не нашла никаких маркировок. Видите, ничего нет. Клипсы тоже похожи на винтажные. Небольшого размера, но очень симпатичные. Очень хорошо проработанные. Вот, вспомнила слово, а то я тут какие-то толерансы вставляю. Хорошая проработка. Аккуратно сделана. Давайте я вам покажу вам свои коробочки, чтобы вы их рассмотрели без моих рук. Вот такие вот симпатичные цветочки. Опять же, повторюсь, я не знаю, что за нанесение и в какой технике они сделаны. Видите, вот такая вот пыльца. Блестящие немножко. Симпатичные клипсы. Тоже не нашла в интернете ничего про них. Так, еще одни клипсы тоже нашла в своем любимом магазине. Тоже 4 доллара они стоили. Я тоже ничего не нашла, ни маркировок, ничего. Но они, конечно же, винтажные. Вот этот вот листик термосетовый об этом говорит. У меня есть похожие клипсы. Когда-то я находила зеленые, по-моему. Нет, зеленые у меня было колье. Вот очень похожие формы. Только там были зеленые листья тоже. Только они были зеленые. По-моему, с золотом. А вот эти, видите, синие. И немножко здесь такой серебряный металл. Ну, это, конечно, термосет. Тоже винтажный. Вот такие вот интересные. Тоже маркировок никаких. Никаких не нашла. Вот. И они... Давайте... Нет, маркировок. Видите, здесь немножко... Посохот покрытия есть на них сзади. Или это клей какой-то, я не понимаю. Да, вот посохот покрытия. Ну, сзади, ладно, неважно. Я сейчас пытаюсь сообразить, они сделаны сиркально или нет, или симметрично. Ну, в принципе, так они лежат. Значит, их надо на ухо надевать вот так. Да, видите, они зеркальные. Здесь вот эти вот листик с этой стороны, а здесь с этой. То есть это говорит об их, в принципе, хорошем производителе. Я думаю, что маркировка была, видимо, либо на колье, либо на... на браслете, либо на броши. Они похожи очень на вот такие типичные вот термосетовые клипсы. И очень много было наборов таких в 60-х годах делали их. И, конечно же, что-то есть, но я, вы знаете, по картинке не нашла ничего. Очень трудно определяемо, потому что когда я их делаю картинку, то мне начинают выполосать какие-то синенькие сердечки. В общем, всякое такое, что совсем-совсем не то, что я... Совсем не то, что я ищу. Так, еще одни серьги. Клипсы-серьги за 5 долларов. У них есть маркировка. И мне очень понравилась их форма. Они вроде бы такие просто кольца, но, видите, такие интересные. Во-первых, очень красиво брошированный металл. Во-вторых, интересная форма. Они как бы такие вот большие кольца, но, видите, они сделаны из двух частей. Вот здесь вот такая перемычка. И выглядят такие, как два лепестка. Очень интересная форма. Никогда такое не встречала. И где-то я видела маркировку на них вот здесь. Только я не помню сейчас, что это было. Давайте посмотрим, что здесь написано. По-моему, был номер патента. Нет, номер патента был, по-моему, в других у меня. В других серьгах. Не вижу. Не вижу. Сейчас выключусь, посмотрю на подлог. Правильно помню, я не ошиблась. Был номер патента. Не было маркировки, а вот номер патента. У меня просто есть еще одни. Помню, там тоже номер патента, не маркировка. Поэтому я немножко запуталась уже в них. Интересные, симпатичные клипсы. Не знаю насчет винтажности. Я думаю, что они, если на них стоит патент, они не очень новые. Плюс ко всему, вот эти вот, такой тип застежки. Интересные, я, честно говоря, не очень-то понимаю, в чем смысл. Вот здесь ведь клипса, правильно? И здесь еще закручивается шурупчик такой. А, может быть, чтобы плотнее. А, это регулируется плотность, наверное. Можно немножко открутить, и они, видите, тогда становятся более свободные. Ага, поняла. Мне нравятся они. Вполне модные, современные. По-моему, совсем-совсем еще, даже ни капельки не вышли из моды. И если мы говорим о клипсах, то... Вот еще одни клипсы, которые я нашла. Очень интересные. 5 долларов на них была цена. Так. Смотрите, какие прикольные. Просто замечательные. Здесь. А, или здесь не было... Нет, здесь была маркировка вот здесь, которую, наверное, я не разобрала. Просто какие-то цифры. Вот, поэтому я перепутала мне. Я думала, что на них был номер патента. А на самом деле патент был на этих. Написано патент, номер, и там какие-то цифры стояли. А на этих просто вот здесь какой-то номер стоит. Видите? 4.067 или 4.057. Честно говоря, я не знаю, по этому номеру я ничего не нашла. Но клипсы очень-очень прикольные. Тоже, мне кажется, винтажные. Не нашла ничего подобного даже близко в интернете. Красивые такие здесь цепочки, наконечники. Очень симпатичные. Красивая брошировка тоже. Интересные. Видите, у меня сегодня клипсовый показ. Много, много клипсов. Вот такую брошечку нашла. Не могла оставить. 2 доллара. Это не моя буква алфавита. Это буква J. Совсем ко мне не имеет никакого отношения. Ни к имени, ни фамилии. Но она маркированная. По-моему, это брошь Кора. Я подумала, что за 2 доллара я не смогу уйти без нее. Потому что просто жалко. Видите, здесь маркировочка Кора. И вот такая вот она простенькая, но очень симпатичная брошь. Не знаю, что мне с ней делать. Как бы это не моя буква алфавита. Но, может быть, найду кому-нибудь подарю. Просто маркированную брошь за 2 доллара я не могла уйти без нее. И она очень симпатично сделана. Найду какую-нибудь девушку по имени Женя. И подарю ей эту брошечку. Или какие еще есть на буквы уже имена? Жанна, Женя. Ну, американских много. Русских не очень, по-моему, много. Американских много. Вот. Вот такая вот симпатичная малютка. Нашла еще одну брошь с маркировкой, которую я не могу разобрать. Тоже стоила она 5 долларов. Интересная брошь. Интересной формы. Интересной расцветки. Я никогда не видела вот такое золото с красным. Вот такая вот... Какая-то загогулина. Не знаю даже, как назвать эту форму геометрическую. Но брошь тоже, скорее всего, винтажная. Вот видите, какая длинная у нее игла. И здесь есть какая-то маркировка, девочки. Но я не могу понять. Давайте будем попробуем почитать ее вместе. Нет. Нет, нет, нет. Холмарк. Может быть, холмарк. Нет. Может быть, вам что-то знакомое-то отзовется мне. Что-то я не могу. Какие-то вот буквы, буквы, буквы. Какая-то вязь непонятная совершенно. Брошь интересная. Такая немножко, знаете, авангардистская, я бы сказала. Красивая красная эмаль. Золото. В общем, симпатичная брошечка. Так, стоила недорого. Хорошо было бы мне разгадать ее, маркировку, и понять, что это такое. Так, колье. Винтажное колье. Вот тоже из дорогого магазина, поэтому стоила вот так вырога. Смотрите, какое приятное, правда? Я очень люблю такого плана колье. Очень часто много их использую в своих аутфитах. Тяжелый, такой хороший металл, качественный. Маркировок нету. Застежка обычная, такая коробочка. Маркировок никаких нету. Но я думаю, что она винтажная. Может быть, 70-е. Максимум 80-е. Самая поздняя. Но не думаю. Качество такое, знаете, произвел впечатление что-то более старенького. Вот такие вот крестики-нолики. Как будто бы такой, две перекрещенные планки. Одна имеет черную эмаль. Одна имеет просто блестящий металл. И вот между ними вот такие брошированные металлические элементы. В хорошем состоянии. Вот так выглядит с обратной стороны. Видно, что, конечно, оно пожило. Пожило, пожило. Вот видите, какое красивое. Прекрасно смотрится. Прекрасно выглядит на шее. Очень элегантное, но в то же время такое заметное, яркое, видное. Люблю такие украшения и с удовольствием ношу их. Еще одно украшение. Тоже эмалевое. И, по-моему, оно у меня маркировано. Стоило 6 долларов. Тоже, в общем-то, недорого. Тоже, конечно же, винтажное. Очень летнее. Я так люблю вот эти белые бусины. На старых вот этих вот украшениях. Вместо удлинительной цепочки, когда сделана вот такая вот бусина. Застежка-крючок. На застежке маркировка есть? Или маркировка была на самих бусах? Сейчас посмотрю. Так, на застежке ничего нету. По-моему, маркировка была вот здесь. Если я не путаю, по-моему, это кора. Да. Это у нас кора. И вот здесь еще что-то написано. В общем, много всяких надписей. Или мне кажется. Вот здесь написано кора. Вот здесь. А здесь, с этой стороны, еще что-то какие-то настенные рисунки. Не знаю. Не поняла я. Ну, в общем, вот. Маркировка с одной стороны. Вот здесь кора. Кора точная. Что-то еще. Не знаю. Такое, знаете, тоже простенькое. Они не ничего особенного. Вроде бы обычное такое колье. Но очень интересной формы, правда. Немножко перекликается, кстати, с этим. Тоже какие-то крестики-нольки. Вот такие вот интересные звенья. Тоже в очень хорошем состоянии. Вообще, колье кора всегда в очень хорошем состоянии. Несмотря на их возраст. Я думаю, что это где-то 60-е. Я тоже находила его в продаже. Сейчас я посмотрю. Да, нашла его за 21 доллар. В принципе, это не так уж и много. Но все равно приятно. Написано, что это кора Пегасу в 50-е годы. Я не знаю насчет 50-е или 60-е. Ну, где-то вот тех времен, наверное. И вот такие вот. Видите, надо сюда мне что-то положить. Какой-то бархат или что-то такое, чтобы не скользило. А то на этой коробочке я показываю в ней. И оно съезжает у меня все. Вот такое вот симпатичненькое ожерелье. Так, ну и гвоздь нашей программы сегодня. Вот такие серьги, которые совершенно бы на меня не произвели ни малейшего впечатления. Если бы я не нашла на них маркировку довольно известного люксового бренда. Видите, покупила я их за 5 долларов тоже. И я немножко удивилась. Но потом, вы знаете, я посмотрела в интернете. Я нашла их не очень дорого. Они продают долларов за 40-50. В принципе, не такие уж они дорогие. Несмотря на громкое имя, компания Givenchy. Так, делаем фокус. Делаем, делаем фокус. Вот здесь, видите, Givenchy. Совершенно явно это видно. Ничего у них такого, если честно. Как бы обычные серьги-серьги. Ничего такого особенного у них нет. Есть таких серег миллион. Честно говоря, если бы не бренд, я бы, наверное, даже не купила. Потому что у нас секонды завалены такими сережками, которые вот с такими вот камушками. Некоторые из них винтажные, некоторые не очень. Многим из них цена копейка совершенно. Некоторые китайские. В общем, ну вот правда. Ничего такого сверх выдающегося. Но маркировка, конечно, меня купила. Я их купила. Она на меня, я их. И мне, конечно, приятно иметь такие серьги брендовые. Хотя, еще раз повторюсь. Ну вот, знаете, мы все рабы. Рабы этой лампы. Когда мы видим эти надписи брендовые или их лампы. Лого, то, конечно, нас сразу это подкупает. И мы сразу чувствуем себя причастным к каким-то, к какому-то миру люкса и богатства. А на самом деле ничего у них такого и нет. Вот видите, какие они. Еще мне кажется, что может быть, Живанши. Может быть, я ошибаюсь, девочки, кто знает. Напишите мне, что Живанши имеет какую-то линейку не очень дорогих. Не очень дорогих изделий. Более таких, ну, народных, так скажем. Вот как, например, есть Армани, есть Армани Эксченч. Армани Эксченч намного дешевле. И он, в принципе, не очень дорогие вещи. Вот, может быть, и Живанши тоже имеет что-то такое. Поэтому вот эти вот серьги из той же, из этой же оперы. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня был показ. Такие украшения. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. И вы подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующем видео. Примерок, показов украшений, обзоров магазинов. В общем, все, что мы девочки любим. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...